Число парковочных мест вблизи дома 64 по проспекту Мира увеличилось в два раза. В этом году здесь появилось два оборудованных участка для стоянки машин. Жители двора подали заявку на участие в приоритетном национальном проекте формирования комфортной городской среды. По этой программе на средства федерального бюджета ремонтируется асфальтовое покрытие, устанавливается дворовое освещение, меняются лавочки и урны для мусора. Кроме того, на условиях софинансирования жителями 20 процентов стоимости можно выбрать работы из дополнительного перечня. Во дворе дома номер 64 по проспекту Мира горожане проголосовали за оборудование парковки. Новую стоянку уже активно используют. За ходом благоустройства пристально следят жители. На сегодняшний день у них есть ряд претензий к качеству выполненных работ. Уложены бордюры, были ровно, все прекрасно, хорошо. Когда началась укладка асфальта, в некоторых местах каток наезжает на бордюры, бордюры сваливаются. Они закончили асфальтировать и уехали. Как можно закончить работы, когда вот бордюры, их земля, это что? Там то же самое. Ничто не засыпано, не укреплено с той стороны бордюры. Но эти волнения горожан преждевременны. Работы в этом дворе еще не завершены. Благоустройство продолжится и на его следующих этапах поврежденные бордюры будут выровнены. Помимо внутриквартальной территории на проспекте Мира, в этом году в приоритетном национальном проекте формирования комфортной городской среды участвует еще шесть зареченских дворов. И в трех из них жители проголосовали за работу из дополнительного перечня. Новая парковка будет обустроена и у дома номер два по улице Строителей. А во дворе дома 45 по проспекту 30-летия Победы появится детский городок. Как и стоянка на проспекте Мира, эти работы выполняются на условиях софинансирования. Это 20% софинансирования именно от тех работ, которые они приняты решения. Допустим, как Мир 64, там парковка, они 20% от стоимости парковки софинансируют. То же самое, строители два, вот тут они софинансируют на детский городок. Контролирует ход работ на всех участках глава города Олег Климанов. Во время выездного совещания с представителями предприятий и организаций руководитель муниципалитеты проверил качество и соблюдение графика благоустройства, обсудил возникающие проблемы. В частности, рассмотрен вопрос по модернизации освещения во дворах. На внутриквартальных территориях планируется установить новые светильники, не менее яркие, но более экономичные. Тоже светодиодные, но 60 ватт, отрыли паспорт, а в паспорте написано, что у них характеристики такие же почти, как у соток, которые вы эти ставили сами еще. По потоку они совпадают. Поэтому мы сейчас с Уксом договорились, что мы берем один из участков, заключаем договор буквально завтра, наверное, и один из участков ставим, меряем освещенность. Активно ведется работа и на городских дорогах. Здесь ремонт проводится в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжие части, включенные в план, уже приведены в порядок. В настоящее время началась реконструкция перекрестка проспектов мира и 30-летия Победы. Там будет у нас первый пешеходный переход, который будет приподнят над дорожным полотном. То есть это будет совмещенный пешеходный переход с искусственной неровностью. То есть там вся вот эта площадь, площадь его перекрестка станет пешеходным переходом. Таким образом, здесь будет обеспечено беспрепятственное и безопасное перемещение пешеходов. Порядок реализации разработанного проекта на реальном участке дороги детально рассмотрели участники выездного совещания. Он просто уйдет на нет сюда и врежется. Здесь застробимся и врежемся сюда. В рамках приоритетного национального проекта в этом году будет приведен в соответствии с требованиями стандартов и пешеходный переход у гимназии номер 216 «Дидак». Там появится ограждение вдоль тротуара и мигающий желтым светофор Т7. Кроме этого, преобразится и тротуар на улице Заводской. Основные работы там завершены. Осталось благоустройство. Его выполнят в ближайшее время. Все работы, включенные в приоритетные национальные проекты, должны быть завершены в течение лета.